На этой неделе стало ясно, что власти все же удалось подменить повестку дня и переключить внимание общественности и оппозиции со своей пятилетней провальной деятельности на внешнеполитическую. Тема достаточно деликатное взаимоотношение с главным стратегическим партнером или осложнение абхазо-российских отношений. Теперь вся страна клянется в любви России, забыв о кризисе в экономике и энергетике, низком социальном уровне, маленьких пенсиях, проблемах в образовании, медицине, демографии и так далее. Президент Аслан Бжания, который вот уже скоро, как шесть дней безвыездно находится в Абхазии, так и не дал объяснений по поводу своих весьма нечистоплотных обещаний в кабинетах российской власти. Он сделал ставку на отвлечение внимания и информационный штурм, в котором принимают участие как государственные СМИ, так и анонимные информационные каналы. Задача одна – обвинить депутатов парламента, представителей гражданского общества, общественных активистов и оппозицию в работе, как бы это дико не звучало, на иностранную разведку, в подрыве дружеских абхазо-российских отношений и, конечно, как результат, продавить законы, которые не соответствуют интересам Абхазии. По прибытию в Абхазию следы бжания были обнаружены на окраине столицы, где он встречался со своими подельниками из партии Амсахара и представил им возможность защищать свои интересы. Тут были и главы администрации некоторых районов, и отдельно взятые депутаты парламента, и получатели льготных невозвращенных кредитов, и, конечно, родственники. Даже отец вице-президента Бадры Гумба выступил в роли защитника бжания. Сторонники президента, окрыленные доверием, наговорили такого, что спустя пару дней пришлось оправдываться. Конечно, они не то хотели сказать. Так один из руководителей государственной компании Абхазстоп, Виталий Корсантия, обвинил депутатов парламента в подрыве российско-абхазских отношений. Как водится, завязалась переписка. Корсантия сослался на то, что его не так поняли, а парламент напомнил ему о своих контролирующих функциях и пообещал использовать их в строгом соответствии с законом. Резонно и желательно было бы помнить о своих функциях даже без такого повода. Информационную поддержку бжаневской компании, я бы все же назвала ее предпредвыборной, оказывает и российский спутник. На этой неделе спутник Абхазия разразился анонимной аналитикой в адрес НПО и СМИ. Следы ведут на Запад. Так называется статья, в которой представители гражданского общества и СМИ приговорены к иноагентству. Нет у нас, кстати, такого закона. Без суда и следствия, без доказательств и права на ответ. Инкриминируемые преступления протестуют против проекта бжания по апартаментам и на агентам. Безымянный аналитик выяснил, что у молодежной организации Харах Пицунда есть страница в Фейсбуке, а Фейсбук принадлежит запрещенной в России организации МЕТА. А еще на странице есть положительный лайк грузинской НПО с аватаркой в цветах украинского флага. После таких аргументов ничего кроме растерянности. Автор публикации, видимо, настолько далек от Абхазии, что не знает, что все государственные учреждения, министерства и ведомства Абхазии имеют страницы в Фейсбуке, которые принадлежат запрещенной в России, но не запрещенной в Абхазии организации МЕТА. И кто им там ставит лайки, никому никогда не было интересно. Тем более, что непонятно, из каких побуждений. По ходу размышлений аналитика, явно незнакомого с абхазскими законами, маразм крепчал. Безымянный автор умудрился выдвинуть обвинение в адрес представительницы молодежной организации, полученное, видимо, по результатам допроса в службе государственной безопасности. Оказывается, она во время беседы с чекистами говорила о демократии, ссылалась на свободу слова, право на собственное мнение и высказывала язвительный сарказм в адрес властей. Ну да, если по Симоньян, то это тюрьма. Из всего происходящего очевидно, что предвыборную кампанию Аслан Бжани снова собирается строить на обвинениях. Напомню, что пять лет назад Бжани обвинил президента Абхазии Рауля Хаджимба в его отравлении и на этом выстроил свои выборы. Отравление оказалось липовым, но электорату зашло по самые уши. И самые преданные и доверчивые по сей день нет-нет, да утверждают, что Рауль Хаджимба отравил Аслана Бжани, да еще чуть ли не лично подсыпал отраву в огурцы. Их мало смущает общеизвестный факт, что Бжани отравился в своей квартире в другой стране. Между тем, миф об отравлении был использован Бжани еще раз уже в разгар выборной кампании 20-го года, уже после свержения Хаджима. Так он вынудил своих оппонентов отказаться от агитации и прямых эфиров. Пока болел, непонятно по какой причине. Однако версия второго отравления была настолько комична, что сторонники Бжани сами ее и отменили. У нынешней кампании черты схожие. Бжани пытается выйти на выборы без конкурентов. С той лишь разницы, что версию отравления сменили на весьма деликатную российско-абхазские отношения. И вот уже прапрезидентская партия Амсахара собирает своих сторонников в районах, государственных служащих, учителей и врачей. В пятницу 13 августа проводит тайную обедню в одном из ресторанов на той же окраине Сухума, чтобы объявить охоту на ведьм, которые везде и всюду и просто оккупировали Абхазию по версии Маргариты Симоньян, которая приехала на пять дней позагорать в родную ей Пицунду и поделилась ужасным засилием в нашей стране НПО. Ведьмы от навязанной повестки открутиться не смогли, и страну захлестнула волна любви к России. В ответ на сбор Амсахары ряд оппозиционных организаций обратились к народу и власти с призывом выйти на митинг и подтвердить свое хорошее отношение к стратегическому партнеру и соседу. Клин клином вышибают. Та часть оппозиции, которую власть охотно клеймит, как антироссийский элемент, и предлагает Москве разобраться с ее лидерами, сделала ход конем. Она объявила о проведении митингов в поддержку России. Аслан Бжаня и Сотоварищи, думаю, опечалены. Другого козыря для масс, кроме как играть на отношениях с Россией, у них нет. Написал журналист Инол Хашик на странице своей газеты и призвал всех, и сторонников, и противников Бжаня, прийти на такой митинг, чтобы поставить точку в этом спектакле абсурда, так как другого союзника, кроме как России, у нас нет, так же, как нет другой родины, кроме Абхазии, считает журналист. На таком фоне из Москвы в Абхазию возвращен главный специалист по пиар-технологиям, бывший министр иностранных дел Инна Ларцинба, освобожденный от должности по причине провальной работы внешнеполитического ведомства и известный своей провальной деятельностью вместе с Владиславом Сурковым в Украине. Бжаня обещала ему должность главы администрации президента, но информация просочилась в публичное пространство раньше времени. Как только Аслан Бжания и Инна Ларцинба были замечены на нейтральной территории. Вскоре на различных ресурсах и не только абхазских появились сообщения, что в Москве крайне недовольны самодеятельностью, которую развернул бывший министр иностранных дел Абхазии Инна Ларцинба над реки протокола Козак-Бжания. Отмечено, что негативный информационный фонд, созданный вокруг якобы обострения отношений Абхазии и России, активно разгоняемый вновь созданными телеграм-каналами, а также комментарии некоторых российских спикеров, связаны напрямую с ним. Это была цитата. Уж не знаю, из каких источников мои коллеги начерпали такую инфу, очень похожую на правду, но указ о назначении Инна Ларцинба Аслан Бжания все еще не подписал. Такой была неделя, на которой вместо того, чтобы обсуждать внутренние проблемы и провальные итоги работы нынешнего руководства, мы обсуждали несуществующий конфликт между Россией и Абхазией. Понятно, что мы так и не услышали мнение Аслана Бжания и от интервью. СМИ президент отказался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова